Речь пойдет о том, что делать с пациентами, у которых есть резистентность к химиотерапии, к первой линии, к второй, к последующей линии терапии, и развилась резистентность уже и к иммунотерапии. В последнее время много говорят о таком феномене, как о восстановлении химиочувствительности к иммунотерапии. Действительно, иммунотерапия сама по себе была прорывом и привела к существенному продлению жизни у пациентов, казалось бы, уже в критичной ситуации и неперспективной ситуации. По данным клинических исследований и исследования, которые мы привели в нашей клинике, на примере препарата неволумаб в лечении репрофтерных резистентных форм лифомии Кочкина, выяснилось, что общая выживаемость очень хорошая у этих пациентов. Действительно, за 5 лет, что мы использовали препарат неволумаб, у нас от лимфомы Кочкина погибли единичные пациенты. Но если вы посмотрите на беспрогрессивную выживаемость у этих пациентов, то она, в общем-то, хотелось бы иметь лучшие кривы. Таким образом, с точки зрения излечения, иммунотерапия у наших пациентов привела, может быть, к беспрогрессивному течению заболевания меньше, чем у третьих пациентов. И то у некоторых из этих пациентов была в дальнейшем применена аллогенная трестантация гемопоэтики сисловых клеток. Так что реальный эффект по беспрогрессивной выживаемости будет еще меньше. Что мы делаем в ситуациях, когда после терапии иммунными контрольными точками мы видим резистентность? У нас есть выбор снова вернуться к химиотерапии, таргетной терапии, к клеточной терапии, например, аллогенная трестантация, она еще не была сделана, к каким-то другим альтернативным видам иммунотерапии, к лучевой терапии в ряде случаев и различные комбинации. Обычно клиницист выбирает ту терапию, которая ранее либо не применялась у данного пациента, либо был замечен какой-то временный эффект у пациента на этом виде терапии, чтобы попытаться еще раз вызвать очередную ремиссию заболевания. Из лечения, на примере пациентов, которые получали иммунотерапию при солидных опухолях, мы знаем, что у части пациентов может восстановиться химиочувствительность. И таких работ немало. Здесь далеко не все в этой табличке мною перечислено, которые есть в литературе. В основном этот эффект восстановления химиочувствительности исследовался у пациентов с меланомой. Там были достаточно крупные группы пациентов, но в том числе и на немелко-клеточном ратилетнике, при некоторых других. Действительно, мы видим, что при назначении различной химиотерапии уже после неэффективной иммунотерапии можно получить и полные ремиссии, и частичные ремиссии, и общие цифры общего ответа выглядят очень неплохо для этой тяжелейшей группы пациентов. При литературе мухочувствительности такого опыта нет. Существует три работы. Плюс четвертая наша работа по исследованию этого феномена. Вы видите общий ответ более 60% практически во всех организациях. работах с полным ответом, также достаточно неплохим и неплохой без прогрессивной выживаемости. Наша работа показывает несколько лучшие результаты. Причина здесь одна. Мы не отменяли иммунотерапию при назначении последующей химиотерапии. Это было сочетанное применение, но у всех пациентов была недостаточная эффективность иммунотерапии. Итак, по поводу нашей работы хочу вам показать некоторые результаты. У пациентов с люфомы Кочкина и резистентностью к терапии неволумаба мы в дальнейшем использовали сочетанную терапию неволумаба и биндомустина. Здесь приведены данные по первым 30 пациентам. Медиа на линии предшествующей терапии 6. Некоторые пациенты получали аудотрансплантацию, получали предшествующий биндоксимаркедатин. Предшествующая терапия биндомустина была более чем в 50% случаев у этих пациентов. И пациенты были рефрактированы в терапии гиндомустина в 53% случаев. Что еще здесь можно отметить? Была достаточно длительная терапия неволумабом. Медиа на полгода. Нет, 18 введений, это 9 месяцев, извините. Время от последней инфузии неволумабы до паблинированной терапии приблизительно 1 месяц. Что мы получили? Мы получили прекрасную общую выживаемость в этой группе пациентов. Мы получили неудовлетворительную, на наш взгляд, беспрогрессивную выживаемость. Но мы выигрываем, посмотрите, полгода на такую терапию, 6 месяцев. И эти первые 6 месяцев, вы можете посмотреть кривые по беспрогрессивной выживаемости и по длительности ответов. И эти 6 месяцев дают нам возможность какого-то маневра, например, подготовить пациента к аллогенной трансплантации, если ранее она не выполнялась. В нашей группе в основном эти пациенты не получали аллогенную трансплантацию. Беспрогрессивная выживаемость в зависимости от предшествующей терапии бендамустином, да или нет, была абсолютно одинаковой. Но если эти пациенты, которым мы провели терапию неволумабом и бендамустином, в дальнейшем получили консолидирующую терапию аллогенной трансплантации, это красная клевая, никто из этих пациентов не погиб, и все они на данный момент находятся в полной ремиссии. Таким образом, наши данные сочетанного применения неволумаба и бендамустином, мы считаем, что они подтверждают наличие эффекта возврата химиочувствительности после иммунотерапии. Мы используем не только сочетание неволумаба с бендамустином, но также НИВА плюс НИВА плюс НИВАЗТИН, НИВА плюс ГЕМЦИТАБИН и БРИНТУКСИМАКИДАТИН. Здесь вы видите, что везде получены неплохие общие ответы, есть и полные ремиссии, и частичные ремиссии заболевания. Что лежит в основе этого феномена? Какие возможны механизмы повышения химиочувствительности после иммунотерапии? Неизвестно однозначно, но предполагается, что воздействие ингибиторов иммуно-контрольных точек связано и возврат химиочувствительности связано с воздействием ингибиторов контрольных точек на микроокружение. Происходит редукция иммуно-супрессивной клеточной популяции, воздействие на регуляторные Т-клетки, на милоидные супрессивные клетки, а также возможно увеличение тумор-инфильтрирующих иммунных клеток. Наши молодые коллеги нашего центра Федоровы Людмилы Валерьевны и Кусак Артем Александрович проводят работу по изучению микроокружения после воздействия ингибиторов иммуно-контрольных точек. Эта работа находится в начале, но им удалось показать на серии повторных биопсий до терапии ингибиторов иммуно-контрольных точек и во время или после терапии, что уменьшается количество CD168-позитивных клеток, то есть макрофагов, и уменьшается количество CD163 также макрофагов. На макрофаге бывают, как бы, в кавычках, хорошие и плохие. И сейчас удалось разработать методику двойного окрашивания макрофагальных клеток для того, чтобы понять, что же именно, какие именно клетки уменьшаются, М1 или М2. Также можно сказать, что количество PD1-позитивных клеток и тигит-позитивных клеток в повторных биопсетах увеличилось. И есть тенденция к увеличению ЛАК-3-позитивных клеток также в повторных биопсетах. Работа продолжается, но, по-моему, она уже сейчас говорит о том, что действительно после иммунотерапии происходит изменение микроокружения при лимфонопочке. Сейчас есть наиболее такая крупная работа, где собран 81 пациент к настоящему времени. Ретроспективная работа, которая также говорит о том, что терапия блокаторами ИКТ может сенсибилизировать лимфонопочке от последующей терапии. Это тоже была группа тяжело привлеченных пациентов, медианой линии терапии 4. Терапия после иммунотерапии была следующая. Большинство пациентов получили генцитабин, содержащий химиотерапевтические режимы. Бритоксима, педотин – 12 пациентов, АЭС – 9 пациентов. Другая какая-то иммунотерапия – 8 пациентов. И бритоксима, педотин, с бедомоистином – 4 пациента. По виду терапии после иммунотерапии и иммуноконтрольных точек можно распределить следующим образом. Стандартную химиотерапию получили 44 пациента. Это таргетная терапия – 19% пациентов. Что же получилось в результате? Это единственная такая работа, и она очень нас обнадеживает. Ответ был получен на последующую химиотерапию, следующий – 42% полных ответов и 20% частично. Кроме того, выяснилось, что лучшие ответы были получены у пациентов, у которых был получен эффект и на иммунотерапию, на каком-то этапе. Но поток в последующем мог быть утрачен, естественно. Авторы делают заключение, что даже в тяжело предлеченной популяции пациентов Лёхома-Кочкина блокады иммуноконтрольных точек могут сенсибилизировать пациентов в последующей терапии даже после прогрессирования на иммунотерапию. И самый важный вывод, который они делают, что это может быть новая терапевтическая стратегия, которая требует дальнейшего изучения в перспективных клинических исследованиях. Вот ретроспективное исследование этой, возможно, новой стратегии было представлено авторами Мэри Манн и соавторами в 2021 году. Ретроспективное исследование, проведенное на 78 пациентах. Суть исследования состояла в том, что у абсолютно резистентных пациентов проводилась аутотрансплантация гемопоэтических стратегий. Обычно в нашей практике в случае резистентности абсолютной мы не используем этот метод лечения, потому что считаем, что он не имеет перспективы. Но авторы показали, что после применения первого режима спасения второго, третьего и так до пяти с последующей какой-то терапией неволумабом, в основном они использовали неволумаб или пембролизумаб, и выходом на последующую аутотрансплантацию можно получить очень достойные результаты, которые я вам сейчас покажу. Статус на момент трансплантации был 59% полных ремиссий, 31% частичных ответов. Сразу говорю, что в нашей клинике мы традиционно при частичном ответе стараемся не выполнять аутотрансплантацию, но это исследование позволило нам пересмотреть вообще-то наши позиции. Посмотрите, пожалуйста, результаты аутотрансплантации у ПЭТ-позитивных пациентов на момент трансплантации и у ПЭТ-негативных. Здесь нет статистически достоверных различий. Это переворачивает наше представление о возможностях аутотрансплантации, если мы используем также и гибиторы иммунно-катронных точек. И действительно результаты были лучше, если на каком-то этапе лечения пациенты отвечали на терапию гибиторами иммунно-катронных точек. И это относится не только к беспрогрессивной выживаемости, но также и к общей выживаемости в этой группе пациентов. Эти результаты, а также другие некоторые работы, подвигли нас на то, что мы провели такое пилотное маленькое исследование по изучению безопасности и эффективности комбинированной иммунной химиотерапии НИВА-МИНИ-БИМ с поддержкой аутотологичных сколовых клеток на у пациентов с резистентно рецидивирующей классической лимфомой. Это не милоаблативный режим, мини-БИМ, но мы в последующем проводили реинфузию аутотологичных сколовых клеток. Пациенты могли находиться в любом статусе в момент принятия его в это исследование. Пациенты получали обязательно НИВА-МАП на предыдущих линиях лечения и дополнительно получали НИВА-МАП уже в дизайне этого исследования на день минус 8 и день плюс 10 после проведения химиотерапии. Дальше мы проводили оценку результатов. На сегодняшний день можно сказать, что в исследовании мы включили 10 пациентов. Сейчас мы проводим оценку эффективности. Ответы у нас есть разные, но не все пациенты еще прошли оценку с помощью ПКТ и достаточный период наблюдения, поэтому чуть позже, может быть, осенью, мы доложим уже первые пилотные результаты. Сейчас мы решаем, продолжать нам это исследование или нет. Второе, перспективное исследование, которое тоже было вызвано этой серией публикаций, это дизайн перспективного исследования НАИС-40, в котором участвуем мы, не онкология имени Петрова, и на сегодняшний день Иркутский онкодиспансер. Критерии включения вы можете здесь посмотреть, они стандартные. Суть дизайна исследования в следующем. То есть сначала пациенты получают, с рецидивом лимфома Кочкина, получают неволумаб в дозе 40 мг в течение 3 месяцев с интервалом 14 дней. Потом они получают ПЭТ-КТ всего тела для того, чтобы мы оценили эффект. И дальше получают терапию неволумаба, фосфамид, орлоплотинный тропозит, два цикла, и в дальнейшем пациенты уходят на аутотерсплантацию в случае неудачи на какую-то третью линию терапию. Таким образом, мы хотим продемонстрировать, что возможно, во-первых, неволумаб является хорошей добавкой к стандартной терапии второй линии, это раз, а два, что он может сенсибилизировать дополнительно пациентов к химиотерапии, поэтому введена вот эта предпаза неволумабом, и мы сможем после аутотерсплантации получить лучшие результаты, чем мы получаем их сейчас на стандартной химиотерапии. И в заключение хочу сказать, что терапия ингибитора иммуноконтрольных точек действительно может повысить чувствительность опухолей, в том числе лимфомы Кочкина в последующей химиотерапии. Наверное, это нужно уже признать как факт, но феномен этот нужно изучать, и это открывает нам новые перспективы. Определение оптимальной последовательности чередования химиотерапии и иммунотерапии, проведение аутотерсплантации у пациентов с рефрактерностью химиотерапии, возможно, включение иммуноконтрольных точек в первую и вторую линию терапии сможет помочь повысить эффективность последующей химиотерапии. Ну и, конечно, подбор оптимальных химиотерапевтических партнеров для последовательной иммунотерапии и химиотерапии. Поскольку я приводила наши данные, то полученные не мной, а всем нашим коллективам, я бы хотела выразить благодарность Кириле Петючу-Лепику, Фёдорову Людмиле Валерьевне Кузнецову, Юрию Николаевичу, Чикалову Андрееву, Усаку Артёму, Байкову Вадиму Валентиновичу и Лепик Елене Евгеньевне. Спасибо за внимание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok